Боже мой, шановные украинцы, Юрий Долгорукий, оказывается, был сепаром? Только что об этом узнала? Знаете, как этот харьковчанин Виталий, который рассказывал, что Пушкин, Тарас Егорович Шевченко и рядом не стоял с Пушкиным, у этого даже Пушкина не было, он просто прогнулся под половецкое ханство и взял в жену какую-то там, эту, турскую княжну, или как-то сказать, ту турскую знать. Короче, он был изгоем в семье, оказывается. Короче, россияне, слушайте меня внимательно. Вы думали когда-нибудь, почему руки у этого Юрия долгие, а не длинные? Мы же не говорим в России долгие руки. Представляете, вас мало того, что сделал, вас еще сделал лузер. Вашу Московию сделал украинец, который был сепаром и лузером. Он потом проиграл битву своему племяннику, и он постоянно хотел вернуться в Киев. Это была его заветная мечта, а он там был уже не нужен. Знаете почему? Потому что он прогнулся. Он был предателем. Украинцы ненавидели татар-монгол, ненавидели. Это были лютые враги, как вот сейчас вы фашисты, да? Тогда это были татары-монголы, и он взял жену оттуда. Но дети пошли потом смешанные вот эти вот все. Кровь другая пошла, понимаете? Все. Боже мой. Я хочу сказать, в нашей, когда я учила в школе, это эти занудные учебники, перепечатанные какого-то там 45-го года. Сталин их перепроверял, Берий перепроверял, Брежнев перепроверял. А сейчас куча достоверных источников. Россияне, что же вы не... Просто включайте там вместо своего Симоньян, включайте Александра Полия. Боже мой, прекрасно рассказывает. Он этими... Боже мой, он ходящая энциклопедия. Слава Украине!